В среде русских на фронте мы добровольцы, завербовались через интернет Лоренцо Кремонези. В среде русских на фронте мы добровольцы, завербовались через интернет на стороне сепаратистов воюют многочисленные российские добровольцы. И сколько их, сказать трудно, пишет Лоренцо Кремонези в статье, напечатанной в газете. На стороне сепаратистских военизированных формирований на Восточной Украине воюют многочисленные российские добровольцы. Сколько их, установить сложно, однако не составляет труда поговорить с ними на позициях на фронте самопровозглашенной ДНР. «Вчера мы встретились с некоторыми из них в районе городского аэропорта, в одной из зон, подвергшихся самым большим разрушениям в ходе обстрелов», — пишет Кремонезий. «Юрию Пригорскому 36 лет, он рабочий и металлург из Перми. Приехал в Донецк в сентябре и сегодня находится в рядах военной полиции, как говорится в статье. Я решил стать добровольцем, чтобы бороться с фашистами из Киева. Я приехал один. Я узнал, что можно завербоваться на официальном сайте правительства Донецка. Я сделал это по идейным соображениям. В России у меня осталась красавица-невеста, работа с зарплатой почти в 2000 долларов. «Здесь я получаю 360 долларов», — рассказал он и показал на своем iPhone. «Бланки для вербовки», — передает корреспондент. Андрею Владимирову 21 год, он приехал из Башкирии. «Я здесь уже две недели», — сказал он. «Дома я был строителем. Я доброволец, не профессиональный воинный. Но я научился стрелять в школе, в детском доме, где я вырос. Вместе с нами приехало много русских добровольцев. Некоторые из них отличные охотники, много ветеранов войны в Чечне. Они едят русские пайки, имеют российское оружие. По маленькому телевизору, который есть в их жилище, смотрят видео с советскими комедиями 1960-х годов. «Кассеты нам подарили на Рождество местные жители», — говорят добровольцы. «Они улыбаются, кажутся расслабленными», — повествует автор. В этом секторе прекращение огня, формально начавшееся в субботу в полночь, действует. Иногда слышны отдельные выстрелы. Но жестокие бои идут в анклаве Дебальцево, в 50 километрах к северу от Донецка. Судя по различным сигналам, в ближайшие часы может произойти массовая сдача в плен украинских военных, преданных Киеву. Вечером Москва показала по ТВ длинную колонну пленных солдат, которых выводят из зоны боев ополченца. Данные о количестве пленных колеблются от 75 до 300 человек. Киевское правительство признает, что некоторые солдаты оказались в плену. Речь якобы идет о патрулях, направленных в город для доставку оружия, боеприпасов и продуктов питания осажденным, говорится в статье. Продолжение боев за Дебальцево является дрейфующей миной, заложенной под всем комплексом соглашений по мирному урегулированию, пишет Криманези, отмечая, что они были достигнуты с величайшим трудом благодаря посредничеству европейских стран. Продолжение следует...